Действующих бойцов обучают в езде на мотоциклах. То есть, слава богу, то, что мы сюда попали, мы обучаемся. Рёв мотора и песок из-под колёс. Чему научились военнослужащие в Альметьевске? В Альметьевском районе стая собак нападает на домашних животных. Овечку мою повалили и со всех концов её дерут, короче. На станции Минибаева сельчане опасаются за свою безопасность. Дрессировочная зона, выставки и мастер-классы. Стои, стои. Наш корреспондент осмотрел территорию объекта. Здравствуйте, это новости Юго-Востока. В студии Арина Посредникова. Мы начинаем. Рёв мотора и песок из-под колёс. На специальном полигоне мастерство увождения мототехники обучают действующих бойцов СВО. Такая необходимость возникла недавно. Это мобильно и удобно. Наша съёмочная группа побывала на месте. Трогаться в условиях бездорожья и на подъёме – непростое занятие. Особенно, когда на тебе ищут 30-килограммовые амуниции. Эти навыки необходимы для бойцов в зоне СВО. Теперь их можно получить на специальном обучении. Оно проходит при участии опытных мастеров, которые обучают не только вождению, но и проведению техобслуживания, подготовке мотоцикла к выезду и умению устранять неполадки в полевых условиях. Боец с позывным «Сумрак» уже имел опыт управления мотоциклом. Но ездить по асфальту и по бездорожью – большая разница. Хотим поблагодарить данную организацию, что появилась такая возможность обучаться, в том числе и на мотоциклах. Потому что довольно такие, вот сейчас даже попробовали, сложные, так сказать, управления. Есть много нюансов, которые надо изучить. Тем более двигаться всегда не по асфальту, а по пересеченной местности. Где-то забираться в гору, ездить по лесу. Ну, то есть подготовка такая необходима перед тем, как ты начнешь, например, выполнять задачи. А вот военнослужащий с позывным «Чистай» мотоциклом никогда не управлял. Говорит, успел и упасть, и встать, и снова упасть. Теперь он лучше знает свои возможности. То есть, слава богу, то, что мы сюда попали, мы обучаемся. И там в любом случае задачу будет выполнять легче на любом виде транспорта. То есть мы уже будем знать, по крайней мере, то, что мы можем. Как говорится, безболдорабаться. В скором времени начнется и дополнительное обучение стендовой стрельбе из охотничьих ружей, которые могут уничтожить БПЛА. Для того, чтобы бить по движущейся цели, бойцам необходимы специальные навыки. Ребята выносливые. Присылают бойцов уже физически подготовленных. И эта вот группа, которая прибыла сегодня, находится на обучении. У них уже есть в основном практически все группы навыки управления мотоциклами. А еще раз повторюсь, что в условиях современного боя, при введении такой войны, эта техника решает очень серьезные вопросы. Для того, чтобы мы все вместе наконец-то приблизились к нашей победе. Обучение проходит за 4 дня по 4 часа. За это время бойцы успевают освоить азы, а также потренироваться. Потом они вновь отправятся на передовую, выполнять свой долг перед Родиной. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новость Юго-Востока. Альметьевская прокуратура сообщает, что в их ведомство обратились 12 работников одной из городских строительных компаний. Сотрудники СК «Регион» рассказали, что им не выплачивали зарплату 9 месяцев. Факт подтвердился. Установлено, что долг накопился в полмиллиона рублей. Кроме этого, прокуратура обнаружила, что на предприятии не проводили медосмотры и оценку условий труда. Заведены два дела об административных правонарушениях. Материалы переданы в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для рассмотрения по существу. Устроили охоту на домашних животных. В поселке станция Минебаева стая бездомных собак живет в лесу. А как стемнеет, нападает на кос, овец и кур. Жители опасаются, что скоро они примутся из-за людей. Подробности выясняла Маргарита Трегубенко. Очень много, целые стаи огромных собак на территории. Видео сняла одна из жительниц поселка станции Минебаева. Эта стая обитает в лесу, а утром и вечером она выходит на самую настоящую охоту. Жертвой становятся домашние животные. Эльмира Валеева держит кур и коз. Ее участок граничит с лесом. И через задний двор она всегда выпускала коз пастись. В субботу одно животное с выгула не вернулось. Они вот эту, видимо, как бы сгрызли. Во враге она бесчувственно уже все лежала. Они побежали за второй. И я вот видела, как они ее прям этот, за копыта, горло. Ну, как бы лежала она уже без чувств. Тут я позвала соседей, там молодых двух парней. К ним подбежала. Но это невозможно. Они прям за ногу. И там одна собака стаи выходит и прям кидается. На шее и копытах уцелевшей козы видна запекшаяся кровь. Теперь хозяйка на самовыгул своих животных не выпускает. Этой козе, которую зовут Белоснежка, чудом удалось спастись. На ее теле еще видны ссадины и раны. Благодаря тому, что хозяйка вовремя вышла, сейчас она может вот так вот спокойно жевать травку. Свора собак напала и на овец Валентины Никифоровой. Женщина услышала шум и увидела, как овцы бегают по кругу. Но не сразу поняла, что происходит. А когда не досчиталась одного барашка, пошла искать. Нашла, но поздно. Овечку мою повалили и со всех концов ее дерут. Дерут. Но я вовремя пошла на них. Отбежали, несколько отбежали, одна стоит. Но овцу бросили они. Я все-таки иду на них. Конечно, испугалась, слов нет. Но все равно пошла отбивать. Отбила я ее. Овцу спасти не удалось. Травмы были серьезные. Резида Хайбриева тоже живет на окраине. У нее целое хозяйство. Утки, куры, телята. Вчера утром, когда она пасла коров, из леса вышла та самая стая. Ни ее крики, ни размахивание палкой особо не испугали бродячих псов. Реакция была лишь на лайм Милки. Резида взяла ее еще щенком у волонтеров. Теперь она верный друг и помощник. Собаки, как сказать, или от моего крика, или от испуга. Я даже не знаю, то ли я так сильно испугалась. Даже не знаю, это чисто случайно, что или моя собака взяла всю эту ответственность на себя. Скорее всего, так. Проблема в поселке с бродячими собаками началась в прошлом году. У Натальи Храповой тогда из 15 кур осталось только 5. С остальными разделась агрессивная стая. Женщина боится, что напасть собаки могут и на людей. Ну, председатель дает заявки. Отстрел, говорит, запрещен. Травить нельзя. А как нам жить? Ждать, когда... Они ждут, когда трагедия какая-то будет. Ладно, вот сейчас они на скотину прыгают, а потом дальше что будет? Они начнут на людей. Ильдар Рахимов, глава Минебаевского сельского поселения, пояснил, что они регулярно подают заявки. Специалисты приезжают, отлавливают, беркуют, стерилизуют, а потом возвращают собак на прежнее место обитания. Проблему бездомных животных нужно решать при поддержке муниципалитета с привлечением ветеринарной организации. А это вопрос ни одного дня. Бездомные животные – это результат, а не источник проблемы, которую создали сами люди, сначала взяв в дом животное, а потом отказавшись от него. Единственное, что остается – взывать гражданскому долгу каждого жителя. В четверг в Альметьевском районе планируется отлов безнадзорных животных. Заявку можно передать по телефону, указанному на экране. Обязательно укажите место, где вы видели животное, его описание и приметы. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. А другая съемочная группа встретилась с теми, кто собак дрессирует. В районе перекрестка улицы Зарипова-Бегаш начал работать кинологический комплекс. Тренажеры, кран с чистой водой и даже своя фотозона – все это для собак. С хозяевами и их питомцами познакомилась наша съемочная группа. Римма Фатахова дрессирует свою собаку и одновременно является куратором площадки. Записывает владельцев на занятия и следит за порядком. Женщина очень рада появлению в городе кинологического центра. Уверена, его оценят все, кто заботится о своих питомцах. Все это в комплексе важно, чтобы собака могла себя чувствовать, чувствовать баланс своего тела, для того, чтобы она могла преодолевать препятствия, не бояться высоты. Организаторы сделали все, чтобы и хозяин, и его любимец остались довольны посещением комплекса. На территории имеются все удобства. Кран с чистой водой, тренажеры, где питомцы могут обучиться специальным трюкам, поиграть с другими собаками, позаниматься с кинологами на специальных участках. Также есть площадка для животных с особенностями. В этом комплексе есть отопление, то есть это всесезонный комплекс, где можно находиться. Также там есть санузел, для того, чтобы кинологи, которые приходят для посещения, могли потом впоследствии им воспользоваться, помыть руки после занятий, попить чай, согреться, особенно в зимнее время. Изюминка комплекса – фотозона и большая книга на входе о первой собаке, полетевшей в космос. И это не белка и стрелка, а лайка, которая, к сожалению, не вернулась на землю. Марина Юрьевна Львиномучина, Льнур Залятов, Нойс, Юго-Востока. Подписка на газеты «Знамя труда» и «Альмета Нарым» станет отличным подарком для ваших близких. Тем более сейчас это можно сделать со скидкой. Почта предлагает специальные цены. А если хотите, чтобы свежие выпуски приходили в пункт выдачи возле вашего дома, оформите альтернативную подписку в редакции. Офис редакции расположен на улице Пушкина, 64. Подробности можно узнать по телефону 44 05 88. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. На зебре через проспект строителей поставили забор. Горожане пользуются подземным переходом. Выездная серия нефтяника продолжается. Удалось ли им взять верх? Пешеходный переход через проспект строителей вновь стал центром обсуждения. Теперь Альметьевцев удивил тот факт, что посередине зебры установили забор. Для чего это было сделано, узнала наша съемочная группа. Наземный пешеходный переход через проспект строителей был временным. Здесь начертили зебру и установили знаки на время ремонта в подземном переходе. Поэтому, когда необходимость в этом пути отпала, посередине установили забор. Сейчас подземка открыта для перемещений, несмотря на то, что внутри еще идет ремонт. Конечно, всегда вот здесь грязно было. Мне не нравился этот переход раньше. Но теперь, после ремонта, может быть, лучше станет. Работы в подземном переходе стартовали летом. Тогда гранитные плиты на полу заменили брусчаткой. К осени поменяли освещение, обновили потолки, провели термообработку ступеней. Во время ремонта решили привести в порядок и стены. Последние годы происходило затопление. Основная работа была проведена по выполнению отмостки на ровной части пешеходного перехода. Мы ушли от подтопления территории данного подземного перехода. Сейчас собственники и муниципалитет решают вопросы, связанные с видеонаблюдением. Кабели уже уложены. Осталось установить порядка десяти камер, с помощью которых можно будет следить за порядком в переходе. Опасно. Здесь нет-нет. Бывают молодежи пьяные. Бывают эти хулиганы, обкорненные бывают. Они нападают. Марина Юрьевна, Антон Николаев. Новости Юго-Востока. Альметьевцы приняли участие в республиканском конкурсе «Культурная столица Татарстана». 145 человек в Казани презентовали программу «Семейные ценности Нефтеграда. Сердце Альметьевска». Интерактивные площадки и концерт ждали зрителей в культурно-досуговом комплексе имени Ленина. Альметьевцы представили традиции «Семей района», проекты по изготовлению пану из разнотравья и напольных ковриков, мастер-класса и уникальный проект «Карта Альметьевского района», где и проживают почти 500 семейных династий. Также заинтересовало членов жюри еще одно наше направление. Это наш уникальный пирог. Он был только у нас. Это пирог «Калинник». Размер пирога был до полутора метров, а вес пирога 6 килограмм. Поэтому тоже мы его представляли. Многие задавали вопросы, почему именно «Калинник». Ну, потому что осень и этот пирог всегда был и остался самым таким главным и желанным гостем, опять же, на семейных праздниках любого народа, будь то чуваши, мордва, русские, татары или другая национальность. Альметьевс защищали и четыре семейные династии, насчитывающие больше сотни лет. Вали Ахметовы из Новокаширова, Фокины из русского Акташа, Бекбувы из Суркина и Якунины из верхнего Акташа представили свои номера и в концертной программе. Семьи в Нефтеграде не только живут, не только работают, но и умеют выступать на сцене. Также здесь показали ролики о семьях, которые ждут своих мужчин СВО. Альметьевцы тоже живут в Казани, которые пришли и поддержали нас в концертах. Их было очень много. Огромное благодарность за поддержку. Жюри за то, что нас просмотрели, дали высокие оценки. Будем ждать результата. Это конкурсная программа. Итоги конкурса «Культурная столица Татарстана» подведут в День народного единства 4 ноября. Марина Юрьевна, новость Юго-Востока. Продолжается выездная серия игр «Нефтяника». На этот раз соперником стала команда «Ростов», которая немногим выше альметьцев в турнирной таблице. В этой встрече красно-черные вновь оказались в роли догоняющего. Удалось ли им взять верх, расскажем в сюжете. Ростовчане открыли счет на 12-й минуте. А в начале второго периода шайба оказалась в воротах Евгения Киселева во второй раз. Сократить отставание альметьевцы смогли на отложенном штрафе. Максим Лазарев перехватил летящую шайбу и отправил ее в ближнюю девятку. Восстановил равенство Вадим Хлопотов, оказавшийся самым расторопным на пятаке у ворот соперника. Еще по одному точному броску команда нанесли в третьем периоде. Сначала Захар Митц вывел Ростов вперед. Затем Вадим Хлопотов оформил дубль и перевел игру в овертайм. При игре в формате 3 на 3 забросить никому не удалось. В итоге состоялась серия послематчевых бросков, благодаря которым был определен победитель. В седьмой паре единственной результативной стала попытка Максима Кореневского. Его бросок принек с нефтянику победу. Выездная серия альметьевской команды завершится 9 октября в Тамбове. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. И к новостям Юго-Востока. Бугульминец испугался за свою жизнь и обратился в полицию. Двое мужчин требовали у него 300 тысяч рублей. Причем один из злоумышленников еще и избил его. Оперативники установили личность подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых – 41-летние и 26-летние местные жители. Оба они задержаны. Один находится под стражей, второй – под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». За данные преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На полях района продолжается уборка технических культур. Это сахарная свекла, подсолнечник и кукуруза. Это завершающий этап уборочной страды. На полях агрофирмы «Восток» в самом разгаре жатва подсолнечника. Тяжелые комбайны неспешно движутся между рядами масличной культуры, собирая богатый урожай. Урожайность пока радует. Около 25-ти сетей выходит. Наверное, таким же урожайностью планируем завершить уборку. Урожай хороший, несмотря на засушливую погоду. Это результат грамотных агротехнических мероприятий, которые были проведены в нужные сроки. Механизатор Дамир Шейгарданов после уборки зерновых вышел на подсолнечник. За многолетний стаж работы сталкивался с разными показателями. Нынешний урожай радует, говорит он. А нынче подсолнечник хороший, отличный. Дай богу, убирать без потерь. Действительно, сбор подсолнечника требует особой слаженности и четкой организации. Комбайнеры, водители, грузовиков, механики – все должны работать как единый механизм. Подсолнечник – одна из важнейших технических культур в регионе. Ее выращивание требует больших трудозатрат, но результат того стоит. Всего в Заянском районе площадь подсолнечника составляет более 3000 гектаров. Если позволят погодные условия, уборку аграрии планируют завершить в 7-10-дневный срок. Эльбира Шабрина, Максим Майоров, Александр Симофеев. Новости Юго-Востока. Теперь расскажем, какой будет погода в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. В среду 9 октября в Альметьевске будет дождливо и пасмурно. Днем столбики термометров покажут плюс 12, вечером плюс 8. Ветер до 5 метров в секунду изменит свое направление с юго-восточного на северо-восточное. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В Ознакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха составит плюс 12, плюс 13 градусов, ночью прохладнее – плюс 8, плюс 9. Ветер переменчивый до 9 метров в секунду. Субтитры предоставил DimaTorzok Встреча с вами. В студии была Арина Посредникова. До встречи в эфире.